Этого мужчину, несмотря на то, что он гражданский, провожают в военный госпиталь. У него диагностировали ковид. Ранее здесь могли лечиться только военнослужащие, ветераны и члены их семей. Однако недавно на оперштабе по коронавирусу приняли решение снять это ограничение. Гражданских мы начали принимать уже как неделю назад. И сейчас у меня в данный момент 25 гражданских находятся. Я их выписываю и ложу. Активно проходят лечение, выписка и стационарное лечение больных. Многофункциональный медицинский центр. Больные доставляются посредством санитарного транспорта. По скорой помощи, соответственно, из городских учреждений здравоохранения поступают. Они непосредственно в палаты. После этого проводится дезинфекция автомобиля. Он возвращается обратно на линию. Изначально в ковидном центре было 60 коек. Из-за недавнего обострения эпидситуации пришлось развернуть дополнительные места. Сегодня отделение переполнено. Обычное исследование планируется для не ковидных больных в первой половине дня. Ковидных больных мы запланируем во второй половине дня. Помогров 32 срезовый. На нем информации в разы больше, чем просто рентген или даже УЗИ. Не страшно выходить на работу? Да, не нормально. Я уже с мая месяца привык. Напомню, военный госпиталь открыли весной этого года. С начала пандемии здесь прошли лечение более 350 человек. Ежедневно сюда прибывает 12-15 пациентов и выписывается в среднем 10 человек. Коечный оборот так называемый. К нам люди поступили, мы коечную емкость закрыли. Людей подержали, полечили. Когда пришло время выписки, мы их выписали. Соответственно, в Минздрав гражданки сообщили, что у нас освободилось, например, два места, пять мест. Мы готовы забрать кого-то еще. Они, в свою очередь, знают. За счет этого у нас исчисляется оборот в койке у нас. И также идет абсолютно в гражданских учреждениях здравоохранения. Они людей выписывают, сообщают в Минздрав о том, что есть то или иное количество свободных мест. И, соответственно, за счет этого идет заполнение медицинских учреждений. Так что не успевать невозможно. Назовем это так.